всем доброго времени суток недавно снимал ролик по чуткой оснастке на карася и там очень много комментариев где народ комментирует скажем так высказывает свое мнение значит для особо одаренных комментаторов объясняю вот такую оснастку придумал не я это раз это традиционная китайская оснастка второе почему она чутка и как это работает и почему некоторых условиях не помогает простой поплавок смотрим смысл этих бабушек мы его гружая до окружаем так ну я делаю так чтобы две наверху лежали остальные под водой случается так что карась хотя и многие думают что это рыба достаточно дурная до закинул крюло и прешь а сейчас рыбка достаточно интересная да и не такая дурная как многим может показаться на смотрим все вы наверное сталкивались таким приезжайте на рыбалку закидываете там прикормили все хорошо знаете что рыбы здесь есть знаете что она даже вроде пытается клевать но поплавочек раз раз пошевелился вот так и опять стоит опять пошевелился опять стоит ну а вы же сидите ждете когда там потянет когда положит когда утопит тому подобное на самом деле происходит следующее как известно карась да и вообще вся рыба до приманку засасывает он засосал и начинает куда-то там двигаться или не двигаться 5-10 сантиметров проплыл что-то ему не понравилось он выплюнул вы в это время наблюдаете качание вашего поплавочка да саму поклевку вы не видите теперь смысл этих бусинок две наверху остальные под водой их видно карасик нашу оснастку насадку точнее втянул да начинает двигаться начинает двигаться продвинулся какое-то расстояние по нижним бусинкам мы это уже видим что поклевка пошла и в это время уже можно подсекать верхний поплавок чуть-чуть дергается и даже еще с места не ходит не сходит но смысл такой что вы видим самые самые осторожные поклевки то есть карась только втянул если бусинок будет побольше если пониже да то только при втягивании нижняя будет уже дергаться мы это уже увидим то есть по идее в принципе можно уже подсекать но не знаю здесь надо смотреть то есть просто так на пальцах не объяснишь это нужен конкретный пример и прежде чем там делать какие-то высказывания мошкара достала красноярском крае горит тайга а у нас здесь хмарь какая-то и мошкары моря комара нет одни одна мошка хотя по идее она должна уже от нас куда-то уйти ладно и когда происходит непосредственно поклевка то есть карасик сосал потащил мы верхней поплавочки еще на месте а нижние так как они в воде практически находится состоянии суспендинга они чуть-чуть начинают двигаться уже верхней поплавок на месте мы видим только чуть-чуть колебания потом он эти 10 сантиметров проплыл карась насадку выплюнул и все поплавочки эти как стояли чуть подергались и никаких проблем и мы сидим ждем когда же у нас там будет великие поклевки и в результате уезжаем без рыбы ну смысл думаю понятен да что отслеживаются самые осторожные самые кратковременные поклевки как-то так ну это насколько я понимаю может я что-то не так делаю может я что-то не догоняю но по крайней мере я рыбу ловлю когда остальные не ловят